Этой осенью из восьми пассажирских речных причалов Архангельска-5 прошли плановое обследование. Часть работ велась с помощью водолазов, по-другому инженерное сооружение со всех сторон не изучишь. О том, что же удалось обнаружить в глубинах Северной Двины, расскажем далее. За два года погружения на счету Владислава Ермоловича из Калининграда уже 400 часов подводных работ. За плечами акваланг в 30 килограммов с запасом воздуха на полтора часа. Вес всего снаряжения около 60 килограммов. С воды ситуацию контролирует страховочный водолаз. С причала за его работой следит еще один коллега. Температура воды около 10 градусов по Цельсию. Глубина погружения до 8 метров. Причал на набережной Седова в Соломболе уже пятый за два дня. Видимо, дефектов не наблюдалось. Видимость хорошая, прозрачность воды где-то до двух метров. Цель погружения – обследовать состояние причала ниже ватерлинии. Проверка плановая. Сооружения изучаются каждые пять лет. Принял раскрытие, принял раскрытие, не наблюдается. Давай уклончики померяем. В этом году помимо Соломбальского с суши и из-под воды обследовали еще четыре причала – 14-го и 22-го лесозаводов. В Мамаксанском лесном порту и по улице Проезжий на левом берегу Маймаксы. В основном это техническое состояние материалов конструкции, положение конструкции в пространстве, фиксирование деформации, разрушений. На изучение полученных данных, оценку ситуации и подготовку чертежей причала уйдет примерно 2-3 недели. Для этого понадобятся результаты наблюдения из суши с помощью геодезического оборудования. Результатом освидетельствования будет определенный перечень работ для приведения причалов в надлежащее состояние. И в дальнейшем по этим работам будет заключен муниципальный контракт именно для приведения причалов в надлежащее состояние. Стоимость работ по обследованию пяти городских пассажирских причалов составила около 5 миллионов рублей. В ближайшее время диагностику должны пройти еще два, но уже плавучих. На этот раз работы пройдут без водолазов.